Добренько! Всем добренько! Стенку из алюминиевых банок? Да, нахер она нужна? Да, нахер нужна она, Григорий, спутница жизни, которая тебя не будет радовать. Спутница жизни должна быть такой, которая будет тебя радовать. А если просто, типа, хоть кто-то, ну давайте... Да нахер надо? Смысла никакого нет. Это то же самое, что, ну вот, кто-то скажет, ой, Олег, зачем тебе PlayStation 5, когда есть PlayStation 2? Вот смотри, PlayStation 2 не греется, энергии потребляет меньше. И вообще она надёжная. Так что, нахрен тебе PS5? Играй лучше на PlayStation 2. Ну да, там игры похуже, там графика не очень, мыленько немножко. Зато надёжная, зато дешёвая. И чё? Скажешь, нахрен мне нужна ваша PlayStation 2, когда я хочу PlayStation 5? Ну так же и с женщинами. Ка-фигурка. Статуэтка, можно сказать. Ну, трусы у неё есть, если что. Да. По всей видимости, все люди снимают, смотрят, восхищаются красотой. Красотой, эстетикой. Эстетика во всём. Этот город прекрасен. Гулять по этому городу одно наслаждение. Каждый, просто каждый элемент, он восхитительный. Вот просто посмотри. Покажи вот эту колонну, как она сделана. Или вот этих вот спинцев. Блядь, весь нахрен пыльный просто. Посмотри, чёрт, реднэкер повесил. А я реднэкер, блядь, 100 килограмм повесился. Повисаш. Я с ножной коленки подогну. Чёрт его, где я вообще, блядь? Какой ты глушь, блядь? Ещё не понимаю, блядь. Где я нахожусь вообще? Самое главное, я даже не могу понять, как вернуться назад, блядь. Я вообще тут, походу, ни разу не был. А может, и был. Взял вагончик там за 4. Всё, уже, блин. Нормально живёшь, копишь на остальное. Олег, как правило, в МСК правду говорят. Олег, как правило, в МСК правду говорят. Поэтому, что если раз поймёт, то тебе сеться. Вообще, кроме семьи, ценностей нет. Держись, ты нам нужен. Я не понимаю, почему тебя донатят так мало. Спасибо большое, Серёг. Вот, благодаря тебе держусь, как говорится. Потому что, вот, действительно, ты сегодня, вот, на самом деле, меня очень спас в плане финансов. Потому что, признаться честно, сегодня я обедал в кредит, блин. То есть, мы пришли с Машей в кафе, и я, блядь, понимаю, что у меня на одной карточке 30 рублей, на второй, что-то, 60 нахрен. И на интернете ещё деньги закончились, на мобильном. И я даже сраное приложение не могу включить в свои кафешки этого цеха. И у меня была кредитка. И я взял себе бутерброд и кофе в кредит сегодня. Да, чёрт возьми. Здравствуйте. Я шериф. А что? А что? Очень хочу встретиться с тобой и обниматься, целоваться. Такую я уже, херню вашу, читать не собираюсь даже. Вашу в других домах она дверь открывает. Нижнетагильские полицейские разыскивают пострадавших от выхода к агрессивным подросткам. Семиклассник состоит на учёте в ПДН за систематические самовольные уходы, грабежи и многочисленные кражи. В Нижнем Тагиле ожидается пасмурная погода, к сожалению, без солнышка. Днём столбик термометра поднимется до плюс 8 градусов. Ветер будет сильным, до 5-7 метров в секунду. Некоторым девушкам нравятся манерные парни с длинными волосами. А ты ностальгатор какой? Манерный с длинными волосами или нет? Может тебе стать манерным и с длинными волосами? Будешь манерным, как женщинам некоторым нравится. На этом сам, на лэнд-крузере. Манерный на лэнд-крузере психолог. Даже звучит круто. Она спросит, вот допустим, кем ты работаешь? Что скажешь? Я психоаналитик. Занимаюсь разными клиентами. У меня большой офис. Так сказать, людей разных принимаю. Знаю того, того, того. Знаешь, как манерный? Я в ресторане дорогом недавно сидел. В самом таком, одном из самых таких элитарных, можно сказать, питерских. Где там вся вот эта гламурная мега-жизнь Петербурга. Где там звезды разные приезжают. А-ля там Дима Билан, там какой-нибудь там Тимати и прочие все эти товарищи. Товарищи любопытные. Там вот был один такой манерный. Так он, ты знаешь, с ним разгаришь, он... Допустим, этот из Металлики. А, да, я его знаю. Вот у меня контакт его. Мы с ним встречались в Милане. Вот. Ну, там типа вот таких разговоров. А как ты проверишь, правду он говорит или пиздит? Может пиздит, а может и правду. Ну, манерность, блядь, выше крыши. Зато баба его рядом сидит по ручке, его гладит, блядь, и молчит. И ты знаешь, ей похуй, что он там правду говорит, неправду. Он ей там наобещал с три короба. Причем у ему там на вид лет сорок, а баба лет двадцати. Вот как бы. Олег, да, зачем эти девушки нужны? У тебя же есть такой прекрасный бородатый коллега с красным ебалом. Не знаю, да. Хорошие донатики пошли. Добренькие. Нет. Может и нет, кто знает. Так, а что у меня гипертония, ты, блин, что в салоне? Минус 17. У меня что, опять печки погорели, что ли? Нет. За хуйня. Когда они успели погореть-то вообще? Обе сгорели. Ёбаные две печки. Чего они сгорают, блин? Так быстро. Так что, еду на две недели? Ну, плохо. Ты напишу мне, где твоя дача в Телеграме. Я гляну. Вон, смотри, косолапы ходят. Блин, жалко, ствола нет. Сейчас бы поохотились бы. Стрелили бы Мишку. Ну, ну, и что? Ну-ка, давай выйдем ему, крикнем, блин. Коцолапы! Хе! Увидал. Да куда ж ты бежишь, дорогой? Слушай, давай поезд тормознём, блядь, сука. Ебучий. Давай тормознём, блядь. Ха-ха-ха! Блядь, бежит, сука. Алло, блядь! Чё там? Ха-ха-ха! Ебучий медведь, блядь! Ну, и чё ты встал? Миша, Миша, алло, блядь, я нахуй! Хе-хе-хе-хе! Ух ты! Какой ты, блядь! Да, блядь, как ты меня убил-то, на, блядь! Я, сука, наверху стою, блядь, кривая игра. Сходи в больничку, проверься на всякий случай. Ребята, давайте поддержим. Спасибо, Дим, да надо в больничку сходить, я согласен. Запускать стримы, а потом их удалять, зачем-то надо. Ну, чё, вы будете смотреть? Хороший у него канал, хороший, Александр. Я же говорю, очень хороший канал, очень хороший. Подача материала заряжает позитивным настроем.